Здравствуйте, мои любимые поклонники, или, как говорят по-белорусски, аматоры стратегий. Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И вот для меня сегодня вышел патч XS Civilization VI Gathering Storm. И с ним, ну не с ним, а в составе New Frontier Pass, новая цивилизация и новый режим. Итак, давайте, в общем-то, опробуем всё это дело на практике на последнем уровне сложности божество. Я уже настроил карту для интересной, по моему мнению, игры. Во-первых, естественно, я играю за новую цивилизацию, за Жоана Третьего и Португалию. Во-вторых, я поставил Сулеймана великолепного, то бишь Турцию, которая как раз во времена Жоана Третьего соперничала с Португалией на море. Во-вторых, любимых друзей врагов Испанию, с которой Португалия поделила колониальный мир в будущем. Ну и колонию Португалии, которая потом превзошла её Бразилию. А также все новые цивилизации из Фронтир Пасса. Также одну случайную, просто чтобы было интересно. Карта огромная, естественно. Новая карта Болота. Тоже посмотрим, что за она, хотя я уже знаю, потому что играл на ней. Отключил. Ну, всё остальное стандартное, естественно. Просто стандартное, ничего тут особо не выставляю, как есть. Отключил все режимы. Не хочу я играть с режимом зомби. Я попробовал перед тем, как делать обзор. Это просто не цивилизация, по моему мнению. Я не хочу видеть зомби в исторической, вот такой квази-исторической игре. Меня это ломает атмосферу. Вы уж извините, во-первых. А во-вторых, что ещё более главное. Я, видите, отключил даже варваров. Просто зомби и просто варвары сами по себе мешают компьютерным игрокам соображать. Они хуже играют, реально. Я вам рекомендую на Божестве варваров открывать. Так ещё и зомби это делают ещё в кубе просто. То есть компьютерные соперники вообще не соображают, что они делают. Ну, всё остальное включено. И единственное, меня иногда в комментариях просят говорить, какой код у карты, на которой я играю. Так вот, в конце этой партии, в конце последней серии, я код карты вам скажу, покажу в настройках, чтобы было интереснее, чтобы вы могли с теми же самыми условиями это всё перепройти. В общем-то, я думаю, на этом можно начать. Карта болота, кстати, это будут континенты, просто заранее вам скажу. Континенты, на которых много болот, пойм, лесов и тропических лесов. И, судя по всему, будет мало гор. Ну, посмотрим, как сгенерируется всё. Начинаю. Что самое время начать? Вы в предвкушении? О-хо! Кстати, мне Жоан Третий визуально нравится, как он выглядит. Так, ну что. Старт выглядит приятно. Причём, даже за Португалию, на самом деле, не обязательно ставить на побережье, чтобы была гавань. Я поясню. Вот все другие цивилизации, они не смогут торговые караваны по морю пускать без гавани, если они не стоят на побережье. У Португалии эта возможность есть сразу, из-за её способности. Могут сразу использовать корабли. Вот это имеется в виду. То есть, просто я вижу, что... Я вот просто думаю, мне дуболомом сюда прыгнуть, посмотреть территорию, или сюда. Тут, кстати, на этой карте... Ну вот, почему, наверное, эта карта плоха, предположим, для сетевой партии? Потому что здесь пантеон на болото просто самое обязательное. Я, правда, не думаю, что я на божестве смогу его выхватить. Но выглядит... Мне вот сюда бы поставить... Давайте я всё-таки сюда прыгну, гляну... Тут овца. Там у нас камень меж трёх гор. Блин, мне почему-то хочется вот сюда пойти всё-таки. Потому что там и до болот, и до цитрусового... Хотя, с другой стороны, я тут ухожу от... Блин, а может мне вообще прямо на нефрит поставить? Я не хочу... Вот... Не хочу сюда уходить, потому что я уйду от реки. Это минус три жилья. Город будет медленно расти. Опять же, повторю, мне не обязательно за Португалию ставить на побережье. И тут нету... Ну, тут вообще нету ресурсов приятных. Я вот думаю, что мне вот прямо на нефрит надо поставить. Реально. Три еды остаётся. Болото тоже остаётся. Да, слушайте, нефрит... Да, пропущу ход, но... Оно того стоит. Это точно вот здесь реально лучшее место. Так, ну, естественно... Давайте пока одного разведчика начнём. Ну, понятно, что вот здесь на реке где-то надо будет стоять. Хотя вот тут... Тут вот я вижу... Нет, туда уже скаутом побегу. Вниз пойду. Да. Обратите внимание, радиус какой? Три клетки плюс один радиус смотра юнитов. Это тоже очень приятно. Наверное... Ну, наверное, с животноводства потом сразу горное дело можно. Тут видно, мне и животноводство понадобится. Обработать несколько. И горное дело, медь и янтарь обработать. Да и камень тоже. Ой, тут рабочих сразу бы сделать. Так что Лиссабон у нас обрабатывает? Два-два. Ну, в принципе, правильно. Или вырасти быстрее. Не, мне кажется, мне скаута быстрее надо. Так что стоим здесь пока. Ух ты, Ватикан сразу первым встретил. Да, напоминаю, что мы тут без всех режимов чистая цива. Никаких режимов лишних. Даже варваров не будет. Так что... Можно немножко расслабиться. Господи, вот эти вот поймы, конечно, затапливать будет только в путь. Конечно, город можно отрастить, но я смотрю, тут как-то ресурсов нету особо. Так, Ватикан, кстати, это приятно, потому что мы довольно быстро можем пантеончик принять. Жалко, нету больше никаких... Никаких ресурсов еще на веру. Но мы довольно быстро сейчас вход законов должны принять, потому что я поставил на нефрит, и сразу капает культура дополнительная. Тоже очень приятная штучка. Хотя, наверное, сразу перепрыгну. Ага, слушайте, тут такие интересные места такие, конечно. Вот тут этот город будет, смотрите, затапливать только в путь постоянно. Такое ощущение, знаете, как будто вот тут поставить город, и вообще-то ничего не обрабатывать, потому что, смотрите, сколько тут пойм. Да, тут бы этот пантеон, конечно, на... Как оно, госпожа Тростников и Топий, что ли, называется? Очень приятный будет пантеончик. Ну, я думаю, тут нету смысла. Смотрите, я... Вот я бы сюда не сильно стремился город ставить, потому что... Ну, тут пока ничего нет, то есть он... Он вообще растений... Ну, как-то сказать. Тут нету ни производства, ни роста. А роста нету, потому что я не могу здесь фермы поставить, и, скорее всего, будут сносить постоянно наводнениями. Хотя у меня и двойка стоит. Я, знаете, вот у меня по ощущениям, что двойка, что четверка... Я сколько раз играл четверка, ничего не происходило, а двойка тебе постоянно все сносит. Я уже, честно говоря, этот... Эту настройку как-то не воспринимаю. Я бы, наверное, все-таки еще одного разведчика сделал. Да, вот тут немножко жалко Ватикан стоит. Тут бы тоже хорошие города поставились. Но... В принципе, те места, которые я вижу, они тоже веселые. Да, вот это дополнительный, конечно, радиус очень хорош для разведки начальной. Хотя не видно ни одной руинки до сих пор. А вот она. Первая. Ну, понятно, что вот здесь у нас так, предварительно кампус. Предварительно. Предварительно. Я, наверное... Зависит бы... Знаете, надо еще подумать, какой мы пантеон возьмем. От этого будет зависеть многое. Потому что тут как бы размещать районы, не зная, что придется вырубать. Так, значит, тут мы точно ставим веру. Ну и точно удвоено... У нас нету варваров. Удвоенный опыт разведки. Блин, конечно, это все хорошие места, но меня так вот смущен. Я так понимаю, что это у всех на этой карте. Эти поймы будут. Как будут они разливаться, и сколько жителей мне убивать, и ломать мое улучшение. Это просто... Ну, конечно... А когда дамбы построятся, ну, да там надо дожить. Им надо еще производство в городах, чтобы что-то сделать. В принципе. Так, наверное, пока с мастерства начну. Да, что у нас с лошадьми? Открыл животноводство. Лошадей... Даже не видно. Ну, у меня, правда, старт не баланс, так что... Что рядом со столицей нету лошадей. Ой, блин, рядом с Колумбией. Прошлые мои игры подсказывают мне, что Колумбия... Ну, хотя довольно далеко она находится. Что Колумбия захочет напасть. Не важно, что она далеко. Среди нас она куда-то там приперлась. Вообще фиг знает откуда. Так, обработку бронзы, кстати, это очень хорошее ускорение. Потому что обработка бронзы требует трех уничтоженных варваров. Так как варваров у нас нету, то мы обработку бронзы никак по-другому бы не смогли ускорить вообще. Так, давайте, пожалуй, строителя. Два-два. Все верно. Ну, я довольно быстро сейчас приму пантеон. Не хочу выкупать клетки пока. Если была бы клетка с верой, я бы выкупил. А так... Как? Ну, я думаю, что вниз мне не имеет смысла идти. Тут явно Колумбия будет заселять. Я бы тут посмотрел, что... Блин, если он на побережье хоть какой-то город для... Для... Галер. Просто гавань, конечно, в Лиссабоне не хочется строить уже гавань. Потому что тут она будет с не очень высокой... То есть тут бы коммерческий район строить в Лиссабоне, конечно же. Так... А куда я хочу этим... Скаут? Ну, тут у меня и так... Ну, что, сюда сходить скаутом? Получается... Что-то как-то лишний скаут получается. Можно было... Ну, вообще, этот, наверное, какой-то тут будет исследовать. Нормально. Пока нормально. 125 силы уже у Колумбии. Если бы были варвары, ему бы было куда девать. Так девать некуда. Вот это он вполне может на меня напасть. Давайте-ка эти глянем. Да, он больше никого не видит. Скорее всего, сейчас все эти 125 силы попрутся ко мне. Кахокию я не первый в стрельбе. Но Кахокия хорошо. Торговый город. Это хорошо, что он рядом со мной есть. Мы сможем дополнительно деньги откуда-то брать. Так, 2-2 все еще. Давайте подумаем первым рабочим. Что мы будем... Сколько вообще рабочий стоит? Соточка. Блин. А что следующий город хочет соединить эти 6 ходов? Это долго. Ну, нефрит у нас сейчас будет добываться сам собой, потому что город на нем стоит. Нефрит можно забить. Ну, что, холмы обработать медь, обработать янтарь, а потом обработать скот. Хотя бы так. И опять же, ну, вот он меня уже осуждает. И вообще не сомневался. Я в Колумбии не сомневался. Сейчас он еще и припрется. Ну, хотя, конечно, тяжеловато будет ко мне переться, но я в компьютер верю. Но он такой парень настырный. Тупой, но настырный. Вполне ему по зубам вгрызться мне в десна. Так, мастерство. Блин. А дадут ли мне сейчас пантеон принять? Вот в чем вопрос. Пожалуйста, давай ты мне дашь пантеон принять. Так, начинаем, значит, с меди. Так, вообще, что у меня тут дуболом рассматривает? Тут уже можно возвращаться тоже. Тут хорошие места, но какие-то такие не для Португалии, типа, знаете. Да, что-то не дают мне пантеон принять, хотя я уже 13 накопил мастерство. Откладываем на международную торговлю, переключаем. Тут уже начинаем поселенца строить. Так, после горного дела. Очень хочется обработку бронзы быстрее. Гончарная мне точно не надо, письменность мне точно не надо. Мореходство пока не ускорено, нету смысла. Давайте обработку бронзы, чтобы открыть железо и, если что, в мечи пойти. Я тогда стопудово от Колумбии отобьюсь. Блин, дайте пантеон принять. Кто-то просто на этот ход принимал или дофига принял. Сейчас мне... О, ну... Ну что, приняли, да? Жаль. А, нет, у госпожа тростника и топи. Производство на болотах, оазисах и поймах рек в пустыне. Ну, поймах рек в пустыне, это не будет мне работать, но... Вот два производства от болота. На этой карте, согласитесь... Хотя, знаете, тут как-то немного болота в итоге. Ну, то есть у столицы есть, но я хочу ее взять. Давайте подумаем еще. Священные места от тундры, естественно, нет. Вообще тундры даже не видим, да? Пустынь, но только здесь это места Колумбии. Тропических лесов. Тоже хорошая мысль. Давайте смотрите, вот тропический, но тут два их только, да? Три. Но вообще тропические леса есть. Ну, мне откровенно, никто не даст через веру сейчас играть, и я точно не скоро буду строить священное место, а вот производство, чтобы строить армию, отбиваться от Колумбии, мне стопудово понадобится. То есть это просто... Если бы я играл в сетевую партию, я бы здесь подумал и, возможно, даже принял бы священный путь. Хотя на такой карте надо, конечно, богиню тростника и топий брать. На болотах и оазисах поймах рек в пустыне. Ну, у меня на болотах. То есть у меня вот болота достаточно. Это уже просто два производства сразу. Рыбацкие суда. Ну, маловато их тут. Каменоломни. Маловато. Не, вообще не, нормально каменоломен. Тоже, но опять же, когда они зар... Короче, тут как бы... Карта болота. Ну, серьезно, карта называется болото. Как не взять пантеон на болото? О, сразу. Просто сразу. Отлично. Четыре хода. Так. Стоит ли мне... Ну, наверное, давайте попробую так пройти. Чтобы вот эти две клетки... Три клетки дооткрывать. Ну, там, собственно, понятно, что то озеро будет. Кстати, я вспомнил, зачем мне еще надо было на побережье ставить. У меня аж навигационная школа от клеток побережья будет науку давать. О, так вот уже конец континента. Интересно. Такой узенький получился. Может, тут мы вдвоем вообще? Так, колесо ускорили. Кажется, тут кто-то еще должен быть сверху. У меня такое ощущение почему-то. Ну, Колумбия никого не встретила. То есть, тут внизу, похоже, никого и не будет. Интересно, мне тут надо будет решить задачку с производственной площадью, потому что сюда уже акведук мне жалко ставить. Так. Тут не так много мест куда. Ну, если сюда поставить производственную, вроде сюда акведук встает. Жалко, что тут это холм, но тут будет соседство от этих, от шахт. В принципе, приятно. В принципе, приятно. Так, у меня, видите, уже, уже есть торговый путь один. Ну, не есть, а можно построить, потому что я встретил Колумбию, способность Португалии. У него два города, да? Или три? Нет, три должно быть. Три. Компьютер на божестве начинает сразу с тремя поселенцами и, по-моему, с восьми юнитами. Здесь я ничего не путаю. О, это я хорошо зашел. Плюс одно население, кайф. Вот это мне нравится. Это очень в тему. У меня хорошие клетки. Город будет расти нормально. Мне бы третью ГГшку найти. Боже, я вот, когда вышел патч, тестировал, как зомби ГГшки сносят. Это то, что компьютер там на божестве ГГшки стоит, ничего не стоит вровень. Я, по-моему, зомби где-то к ходу сороковому три ГГшки, как минимум, снесли. Просто мрак. Слушайте, он уже и четвертый ведет ставить. Ну, слушайте, мне тут не жалко, кстати. Вот эти места, я на них даже не претендую. То есть, я не думаю, что мы тут будем как-то с Колумбией друг дружку подселять. Мне надо просто решить, где тут города ставить. Вот не нравится мне на побережье здесь места. Вот тут места мне нравятся, но мне ж надо на побережье поставить. Вот в чем уно проблема. Буду по-испански говорить, хоть я и португалец. Нет, я вообще белорус, но в данном случае португалец. Так, у нас тут должно быть счастье плюс два, да. Нормально. И нефрит считается, я обрабатываю, да. Что город на нем стоит. Да, хочу железо открыть. Блин, может мне подержать этого рабочего до железа? Просто я хочу быть уверенным в том, что у меня мечи быстро могут быть открыты, если что. О! Амбиотрикс. Ну что, сверху находится? Да. Как я и думал. Ну, не самые приятные цивилизации у меня в соседях. Прямо скажем, что тот, что другой. Они такие немножко... На голову пришибленные в плане повоевать. Если б... И я еще между ними, понимаете? Если б я был... Ну, если б кто-то из них был между мной, то я, получается, прокладкой сейчас для них буду, блин. Так, ну вот ближайшие города... Места открыты. Давайте решим, куда мы хотим города поставить. Ну, придется где-то тут ставить точно. Кстати, обратите внимание, что... Только вот тут и вот тут только второй волной затапливается. Тут вот надо будет как-то два города поставить. Один на побережье, один в глуби... В глубине. Давайте, наверное... Блин, ну что, ну пшеницу ставить? Я думал сюда, но тогда до краба не дочереться. Я бы на пшеницу ставил. Давайте предварительно... Я хочу сюда. Тогда... Здесь раз, два, три. Вот сюда или сюда вопрос, конечно, тоже... Ну, сюда по производству не будет, но жалко... Жалко лесу-то убирать. Наверное, все-таки сюда пока предварительно. И... Надо в другую сторону смотреть и подумать, куда мне... Слушайте, в эту сторону какие-то все такие какие-то... Гадкие города просто никакие... Ну, кстати, вот тут на побережье, может, и по производству не будет. Там еще вот у нас ртуть есть. Ну, тут идти далеко. Ну, тут амбиотрикс точно может меня подселять. Блин, тут я бы хотел, наверное, вот сюда поставить. Если мы про побережье говорим. И, пожалуй... Вот сюда. Опять нету производства вот тут совсем. Так, предварительно пять городов. Это чтобы меня не подселили. Вот это место точно за мной будет. Сюда вряд ли они будут селиться. Блин, держать на... Железо или не держать? Мне кажется, надо обрабатывать скот. Я же еще открою всадника. Ну, если ускорю всадников и мастерство. Так, а мастерство мне как раз даст... Давайте я мастерство сейчас открою. И сразу начну... Ну, как минимум... Как минимум парочку... Прачников сделаю. Исабон хорошее место, кстати. Но это единственное, что это хорошее. Все остальные места выглядят как-то очень... То есть, если бы я не был Португалией... Я бы просто не селился бы на побережье. И вот тут ставил бы города себе спокойно. Но из-за того, что я Португалию, мне надо на побережье поставить. Просто надо, иначе я не смогу найти, куда мне караваны отправлять. Нет, я бы вот с этим городом не спешил, да? Я бы вот сюда поставил. Тогда я точно забил бы это место на будущее. И, наверное, вот сюда бы поставил. Но тут тогда будет... Вот здесь Ambiotrix Селиться. Да, скоро. Ожидаем следующим ходом осуждения и отгаула. Так, теперь мы меняем на создание юнитов. И, пожалуй, просто на производство. Пока на... Создание... Будь здорово. Создание рабочих мне пока точно не надо. На защиту пойду дуболомом. Потихоньку. Ну, армия у Колумбии не увеличивается, например. Кстати, тоже еще кто-то может быть. Но вот это уже не моя проблема, мне кажется. Вот это цивилизация... Да, кстати, я не глянул. А Гал кого-нибудь встретил? Нет, и Гал никого не видит. Да, интересная карта, конечно. Честно говоря, это мне повезло с пантеоном. Мне с пантеоном повезло. Но я не трачу деньги на выкуп этих клеток болотных пока. А давайте вообще глянем, сколько у нас болот. Надо было, наверное, глянуть прежде, чем пантеон принимать. Но тут уж, знаете... Ну, нормально. Нормально. Тут я еще поставлю... Смотрите, Ватикан в болотах весь. Ватикан надо будет, наверное, забирать. Через какое-то время. Ватикан надо будет забирать. Так, после мастерства давайте пока в военную традицию. Нам все... Мы все равно не можем ускорить. А при войне понадобится... Ведь поддержка с фланга будет. Так. И, возможно, я бы... Блин, вот, к сожалению, еще плохо стрельбу из лука. Вряд ли получится ускорить. Ой, тиминанки уже построили на шестнадцатом ходу. Охренеть. Просто охренеть. Видите, сюда влазит город. Нормально. Мы тут рассели. Вот я как раз его и поставлю. Сюда. О, Кри. Значит, там все-таки Кри есть. Подождите, а где он? А где я его встретил? Я... Знаете, наверное... А, вот он где, нифига себе. То есть, вот там Кри где-то у нас. А-а-а-а. Интересно. Так. Не все так просто с этой картой, как я думал. Так, ну... Прачников к этому городу. Если нас решит атаковать колумбийцу, конечно, он на этот город будет идти. А он решит нас атаковать. Я прям... Не знаю, можете ставки в комментариях делать. Да это новое чудо, кто-то построил весь. И там куча болота. Прикиньте, сколько там науки дает и производство. Выстоит, наверное, до твоевой повинности, это вряд ли. Но зато политическую философию ускорили. О, какие-то... Какие тут места интересные тоже, да? И еще руинку нашли. Так, я уже, видите, три типа торговых пути могу сделать. Но... Куда их отправлять? Кстати, я же в Ватикан смогу отправлять. На самом деле я могу в Ватикан отправлять. А, нифига, подождите. Только городам на побережье или с гаванью? Ну, это ж побережье. Или это считается озеро, не побережьем все-таки? Ну, доступных торговых путей нет, как видите. Может, они все-таки будут показаны, когда у меня будет ходить на торговец? Но, по идее, в Ватикан я должен, может, уже на побережье находится. Или это все-таки не считается побережьем, блин. Озеро, блин. Возможно, не считается. Производство, производство... Еда. Так, а если сюда переключить? Нет, давайте. Нам прачников надо по одному ходу строить. Не знаю, может, все-таки эти болота выкупить или сам город будет их выкупать. Так, железо. Я надеюсь, у меня железа нет. Нет. Я надеюсь, я надеялся, что у меня железо есть, но его у меня нет. Ну-ка, эти лошади. Ну, это плохо. Это плохо. Два железа. Вон внизу, который не смогу использовать. И вверху, да. Железа у меня нет. Потому что то, что мне сейчас показало, это я не смогу использовать точно. Дострою уже прачника. Блин, вот еще проблема. Я все-таки фиг знает, куда он меня нападет. Кстати, слава богу, что у того, у кого больше всего армия, он далеко от меня. Но я так понимаю, что он должен быть сосед Колумбии, да. Хотя они, как всегда, спеца могут. Так, что я хочу, чтобы не нашли? Давай рабочего. О, железо. Ну, это хорошо. Все-таки одного мечника мы сможем апнуть. Это уже хорошо. Это просто защиту города повышает. Не, железо меня устроило очень сильно. В руинке. Слава богу. Слава богу. Куда дальше? Колесо. Кстати. Колесо тоже имеет место быть. То есть, тяжелые колесницы мне вполне подойдут. Вот это мне ничего пока не надо открывать. Видите, я пока вообще на все способности Португалии забиваю. Тут бы выжить в начале вообще хоть как-то. Мне кажется, Колумбия Ватикан заберет. Вот, у меня такое подозрение почему-то. Так. Кстати, я новый континент до сих пор найти не могу, да? Хотя уже так нех... А, так, слушайте. Ур и Кемерия. А почему у меня не засчитан найденный Ур? Ур? А Кемерия где? А, мне надо... Видите, мне надо к Колумбии прийти и открыть Кемерию. Черт. Вот это я не... То есть, это считается, что я не открыл его. Это просто мне, как бы, Колумбия обменялась сведениями, где столица находится, но она не открыта. Вот в чем дело. Блин, а у меня тут все юниты бегают. Куда ты пошел? Я вот сюда жал. Странно. Так, тут река. Слушайте, какие тут территории еще есть. Блин, офигенные территории себе не было в Португалии. Мне приходится... Мне придется вот тут селиться. Прям удивительно. Черт. Я даже и не знаю, блин. Ну вот, к вопросу, какая имба Португалия, у меня всего два города морских садов. Скорее всего, будет. Я, получается, кучу бонусов буду терять. Хотя, тут, конечно, больше зависит, сколько у... У моих соперников, скорее, будет морских городов. Куда я могу караваны отправлять. Так. Ну, мне карточка на поселен... Ну, вообще, давайте я еще одного поселенца прямо сейчас уже построю. Нету смысла. Я, в принципе, думаю, если что, от Колумбии отобьюсь. 145 на 70. Решаемо. Что, коляску построить можно будет? Нормально. Тут вопрос, надо ли мне, наверное, возвращаться вот этим скаутом. Блин, тут еще какой-то такой полуостров. А, еще Хатусу. Слушай, а Хатусу я первым встретил? Нет. Там еще кто-то. Так у нас тут такой нормальный континент. Я вам хочу показать. Блин, мне хочется вот этого поселенца сюда ставить, в первую очередь. Тут просто лучший город. Но я боюсь, что пока я буду туда идти, прибежит галл и тут все заселит. Нафиг. Я буду очень грустно сидеть и плакать. Так, а кто у нас? Ну, мне кажется, на леса надо брать, а не на холмы. Карта, типа, где больше холмов. Так, ну вот еще, кстати, кампус. Проблема этих кампусов, что у меня будут университеты, мои навигационные школы бесполезны. Просто у меня вообще нету морских клеток, которые бы давало науку от них. Другой человек, когда это еще будет? Так, ну я в нормальный век выхожу, судя по всему. Но тут, вы знаете, пытаться в темный... Там вот можно было бы попытаться... В золотой, конечно. Но у меня большие сомнения, что это возможно. 305 сил лук. А, ну у него шести скауты его. Господи, я и забыл. Это он... Это он их наклепал. Если кого-то удивляет эта сила... Человек... Компьютер клепает без остановки свои уникальные юниты. К этим их не видим. Но это вещь, что опять же, что он ко мне не придет сейчас. И не навалит огромную кучу мне. Ага, Вьетнам. Да, вон Вьетнам. Слушайте, я реально в центре. Просто ровно посреди всех. Но меня... Немножко успокаивает, что Кри, судя по всему, сосед скорее Колумбии, чем мой. Хотя у них хорошие отношения. А вот Вьетнам, скорее всего, будет... Соседом Галла. Хотя вот тут мы... Я не вижу тут же какой пролив. Не совсем понятно. Берегу деньги на апгрейд юнитов. Очень хочется выкупить эти клетки болотные. Но пускай город это сам делает. Я не понимаю, почему он хочет нефрит выкупать вместо... То есть, вот тут клетка, ты выкупаешь, она сразу 3 еды, 2 производ. Просто сразу. А тут 2 еды, 1 культура, и там еще шахту надо ставить. Но, по мне, ну, конечно, тут с монумента начинаем, несомненно. Так, какие тут у нас клетки? Тут наверняка кто-то город поставит. Мне бы вот эту выкупить. Тут кампус, но тут, я уверен, что вряд ли картахена... В принципе, просто кампуса нормальные у меня будут. То есть, это играемо. Я их почему сразу ставлю? То есть, я думаю о том, что мне... Что кампуса будут моими первыми районами именно. Не центры коммерции, как обычно, а именно кампуса, потому что у меня есть караваны. У меня есть караваны. Я думаю, что может мне вот лучше даже караван купить сейчас. И отправить. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. О, блин. Так, а Вьетнам не на другом континенте случаем? Нет. Ну что это вот за огромный континент Ур такой, блин? Кимерия где-то маленькая и огромный Ур. Вот все, что я исследую, это огромный Ур. А мне как раз торговцев надо открыть. Я что-то... Что-то, блин... Ну, надо, наверное, международную торговлю, потому что это слишком долго будет. Давайте, международную торговлю, мне надо покупать торговца. Я думаю, что в Ватикан я могу отправлять. У меня есть такое подозрение. Потому что он на побережье. Просто сейчас не показывает именно, потому что, типа, считается, что я просто не могу торговцев даже сделать. Если это то, что тут написано 4 штуки. Так, я бы пошел вот сюда вниз контролировать Кри. О, у меня сразу хорошее отношение с Вьетнамом. Давайте дружить. Это очень хорошо. Ну, вьетнамцы вменяемые. Как ни странно. Так, возвращаюсь скаутом, чтобы по села конвоировать. Я знаю, что нету варваров, но... Компьютерные соперники мне тоже в любой момент могут объявить войну. Вот стопудово открою международную торговлю и найду континент. Уже 4, 4 торговых пути могу сделать. А, я же обработку железа не могу ускорить. Мне все-таки... Мне бы обработку железа ускорить именно. То есть, то, что железо есть, тоже, конечно, хорошо. Я могу в мечника, но я... То есть, я просто мечников буду очень долго открывать. Так, с радостью. Приветствуем делегацию. Создание морских юнитов пока нет. Ну, вот теперь смотрим. Нет, только, видите, между моими горами. Все-таки в Ватикан нельзя. Ну, я куплю в Лиссабоне караван. Блин, я надеюсь, Гал поставит хотя... Я думаю, что у Кри, кстати, есть города на побережье. Мне так кажется. Должны быть, во всяком случае. Я тут на холме стоять, чтобы высоко сидеть, далеко глядеть. О, класс Сахары. Астрологии ускорили. Слушайте, ну, 7 ходов. И мне не хватает... Даже 8 ходов, и мне не хватает 8 очков. Да вряд ли. Вьетнам уже протестантизм. Кстати, неплохое верование. Я бы, может, был бы и не против протестантизма. Ну, то есть, культуру от священных мест, в принципе, получать. А так, у нас тут горы есть или сад, то у нас можно священные места с нормальным соседством поставить. Так, давайте... Давайте что? Я бы производство оставил. Золото от каравана. Ну, мне надо... Раннюю империю открывать. Дальше. Нет, давайте военную традицию откроем. Да господи, что там за... Звуки ужасные происходят. Я, если вы думаете, я жену убиваю, я сижу в циву играю. Это там просто на фоне что-то... Творица ужасная. Открыть карточку на... Кавалерию и колясок. Ну, хотя бы одну коляску. Посмотрите, это просто увеличит силу городов. Силу городов в колясочку. Да, я бы, наверное, открыл. Военную традицию открывал. Да и атаку с фланга бы. Потом пошел бы в Раннюю империю. Пока открываю Раннюю империю, построил бы в Лиссабоне парочку колясок. Тут, в связи с тем, что мечники мне не светят... Кальдан. Да, так и сделаю. Боже, как они чудеса клепают. Колумбия пирамиду построила. Так, вот теперь ставим на... Кавалерию. Строителей. Смотрите, пока просто производство. Так. Значит, сюда... Четыре хода на пятый ставим. Сюда семь ходов. Блин, ну хочется сюда все-таки ввести. Ну, потому что здесь город хоть будет что-то строить. Я тебя вот сюда поставлю, и тут ноль производства. Посмотрите, ноль. Просто ноль. Ноль. А видишь, что такое ноль? Ноль. Это вот ни одного... Ни одного молоточка, смотрите. Нигде. Просто нигде. Это не будет... Это просто бессмысленно. Я буду смотреть на этот город и плакать. Корючими слезами. Деньги и... Колясочка, колясочка. На коляске... С чудесами. Мишки скачут в припрыжку. Вот и Акичита. Страшный... Акичита. Так. Я думаю, что... Имеет смысл открыть стрельбу из лука. Потому что, если мне кто объявит войну... То лучники... Это мой будет единственный шанс. А после стрельбы из лука надо будет идти в каменную кладку. А до каменной кладки, конечно, где-нибудь камень обработать. Блин, а обработать я его могу только здесь, по-хорошему. Потому что эту клетку я... Вряд ли буду выкупать. Впрочем, я не буду выкупать. У меня денег просто на это нет. Нет, смотри, пока еще никакой континент новый не находится. В Раннюю Империю, конечно же. Я ее как раз следующим ходом ускорю. И пока не открыта Ранняя Империя, я строю коляски в Лиссабоне. Только открыто ставлю... Ну вот, уже улучшились клетки. Я надеюсь, пять клеток улучшились. Кайф. Не, в принципе, когда я здесь поставлю дамбы, то эти, конечно, места будут хорошие. И я надеюсь, что они к этому моменту много раз улучшатся. Так, Ранняя Империя, три хода. Нормально, как раз две коляски смогу построить. Так. Кри. Что-то мне не нравится, что ты сюда свои булки подбираешь к моим вкусненьким городкам. К Эворе. К булочке Эворе. Какой-то он подозрительный. Не, ну, убить у меня не надо. Буду тут пока стоять. Так. Тут у нас будет защищать скаут. Тут мы, значит, все исследовали. Там у нас будет Вьетнам. Ну, давайте, наверное, вниз сходим. Тут, я думаю, что просто конец будет, такой полуостров. У Вьетнама хорошие места, несомненно, для заселения. А я вот грущу сижу. Сижу, грущу. Еще раз повторю, хорошие у меня места, если бы я не был Португалией, которому немножко по-другому надо это все делать. Давайте, наверное, следующего, следующую колесницу я пойду в этот город, а эту колесницу в этот, чтобы, ну, сила города была. Ого, где они уже Ачикита. Аки... Тьфу ты, господи, как они называются. Акичита. Атичика. Ачикути. Подозревают своих скаутов. Чтоб славянам язык ломай. Не, ну я не уйду в золотой. Танрил. Мне кажется... Я возмущен, что Тикан нельзя. Он даже на моем озере Сантьяго находится. Оракул, Вьетнам. Поскольку, что... Они... Все чудеса просто за 27 ходов, по-моему, штук уже 6 построено. Нет? У меня вот надежда на Кри, что он... На побережье будет стоять. Я в него верю. Ну да, как я и думал. Тут конец. Дой Кат Муйни. Красивое название вьетнамских рек. А где... Какая там со мной Хуан Хэш? Нет, Хуан Хэш в Китае. Меконг, Меконг. Вьетнаме должна быть. Ну вот, уже 2-2, да? То есть, опять же, почему можно не спешить пока с поставок этого города, чтобы тут просто улучшились клетки, и имело смысл тут город поставить. Понимаете? Бук ремесленников Крим. Так. Ну, теперь ставим на поселенцев. А здесь... Ммм, кстати, может на... Блин, ну я буду все равно в том городе сначала... Блин, а сколько галеры... А, я же даже их не открыл, галеры. Давайте лояльность пока поставлю. Мало ли будет влиять... Влиять города. Я не вижу ничего. То есть, я галеры пока не могу строить. А-а-а... А-а-а... Пингалу. Так, давайте пока... Пусть вот так. Я бы, наверное, эти деньги... Ну, вообще... 30 монет стоит в лучников апнуться. Ну, по идее, Эвора уже не берется. Нужен ли мне тут строитель? Интересный вопрос. Ну, камень попробую все-таки выкупить эту клетку. Он сам вообще какие кукурузу забирает? 30 монет. Я бы тут поселенца все-таки строил. То есть, наверное, вот этого поселенца повел бы сюда. Тут есть производство из тех клеток, которые есть пока что. Этого поселенца я бы повел вот тут где-нибудь ставить. Даже не сюда. Потому что, ну, это... Это просто очень плохой город. Я поставлю тут город когда-нибудь, но... Когда-нибудь. А вот здесь места очень хорошие. Их никто не займет, я согласен. Но и город будет расти хорошо. Он поможет в будущем. Тут болото даже есть. Давайте вот подумаем, куда здесь... Имела бы свою лошадь и есть. А геотермалки тут у нас вообще имеются? Нет, нету. Ну, здесь как-то надо уже под правительственную площадь думать. Наверное, я бы вот сюда ставил. Вот тут немножко пустое место получается из-за отсутствия... ...пресной воды. Наверное, колумбийца вот тут город поставит и все. Ну, я думаю, колумбийца-Ватикан будет захватывать. Что не очень хорошо, потому что он будет давить, опять же, лояльностью на меня. Так, я раннюю империю поставил. Ну, пора в политическую философию. Тут остальное... Это мне точно не надо. Кстати, а что с заповедником, как у нас с престижем? Ну, так себе. Так, ну, Эвру соединил. Лучников сделал. То есть, если что... Так, 28 сила. Я думаю, это уже берется только если минимум мечниками. Так. Хотя, наверное, вот тут буду стоять. Пока контролировать. Стоим. Тут у нас холмы тоже, да? Так, ну... Вроде... Гальских поселенцев не видать. Надеюсь, у него там куча территорий, куда он сможет все поставить. Сейчас договоримся об открытых границах с Вьетнамом. Катастрофическое извержение. Но... Так, Лиссабон у нас уже по максимуму вырос. Поэтому давай-ка в производство. Два, 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 два. Нормально. Нормально. Растем. Что-то я просто думаю, может через Рейну попробовать поиграть. Магнус. Есть ли мне что-то тут вырубать? Вообще, вот в Лиссабоне... Ну, только две клетки. Ну и камень еще, да? Блин, он может посадить Магнуса и в Лиссабоне повырубать на поселенцев побыстрее. Это точно будет... Да, кстати, я думаю, так и надо сделать. То есть, Магнус приходит и... То есть, я сейчас после поселенца... Мне бы что-нибудь... Так, давайте мы мистицизм пока откроем. Я поставлю карточку на... Рабочего. Потом он построится. И потом я поставлю карточку на поселенца. И вырубая леса, построю поселенцев. Это быстрее будет намного. И так... И я очень быстро закончу свое расселение. Так, господи. Джибель Баркал уже построен. Там еще и Крив в этих... Пустыне сидит. Нет, пока город не поставлю. Тут посижу. Перепрыгиваем. Ну, я удивлен, что мне... Колумбия на самом деле... Может, я слишком быстро юниты построил, что... Как бы ее немножко... Отрезвило. Я надеюсь. Слабое извержение. Но мы вышли в античности. На этом серия заканчивается. Для спонсоров я буду выкладывать вот прям как записываю. То есть они выйдут все быстрее. А для всех остальных зрителей... Раз в день. Спасибо, что смотрите. Не забудьте лайк поставить. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо.